Впервые в Видном состоялся турнир по мини-футболу на Кубок ветеранов Московского Спартака. Игры проходили на поле Видновской гимназии и вызвали большой интерес у зрителей. Организаторами соревнований выступили футболисты-любители. Мы решили устроить для города некий праздник. Поговорили, провели встречу с ветеранами Московского Спартака, физкультурного общества, и решили организовать в городе Кубок ветеранов, привезти сюда знаменитых ребят, которые в свое время играли за Спартак, и подарить городу праздник футбола. Я сам просто футболист еще и тренирую детишек, поэтому эта тема мне очень близка. И вот мы решили поделиться эмоциями с жителями Видного. Состязание открыл знаменитый в прошлом футболист, а ныне телевизионный футбольный эксперт Евгений Ловчев. Он пожелал участникам честной борьбы, а главное – обойтись без травм. Вот эти вот футбольные дела и вот турнир такой – это наша жизнь, это продолжение жизни, это радость наша, потому что, ну, все, что лучше у нас в этой жизни было, оно связано с футбольным полем и с мячом. В соревнованиях приняли участие семь команд – из Видного, поселка Володарского, Москвы и Домодедово. Шесть клубов были разбиты по двум группам, а в стадии плей-офф к ним добавилась команда ветеранов Спартака. Стоит отметить, что в составе Видновского антея выступал в прошлом нападающий сборной России Александр Панов. Посмотрел на игроков, они собрал какую-то информацию, сказали, что достаточно хорошая команда. Так что приятно поиграть в футбол с хорошими игроками, в хорошую погоду. Прекрасный день, я думаю, сегодня. И старт РПЛ начался, поэтому все взаимосвязано. И такое настроение хорошее, бодрое, поэтому приятно принимать участие. Согласно жеребьевке, первая игра проходила между носорогами и командой факультет. Первый тайм остался за командой из поселка Володарского. А футболисты из факультета решили изменить подход к игре во второй половине матча. Установка была сначала присмотреться к команде, то есть либо это будет игра в какую-то комбинацию, либо игра от обороны. Но игра в комбинацию не очень получается, поэтому сейчас попробуем несколько другую тактику. На противоположном участке поля в этот момент проходил поединок между Видновским легионом и Севером из Домодедова. Да что-то для нас очень все печально, проигрываем 1-0, я никак забить не можем. Не везет. Вот сейчас только что забили, вышли вперед, сейчас будем чуть-чуть ловить на контратагу, стараться. Публика с удовольствием наблюдала за игрой любителей и бывших профессиональных спортсменов. Тем более, что многие из зрителей болеют не только за красивый футбол, но и за московский «Спартак». Это нереально. Свободно можно прийти, посмотреть, со всеми сфотографироваться, пообщаться. Просто лайк всем. В финальной схватке сошлись носороги из Володарки и ветераны «Спартака», которые, несмотря на возраст, в упорной борьбе вырвали победу со счетом 1-0. Награждение состоялось в теплой дружеской обстановке в Бестпабе – любимом месте футбольных болельщиков. Победители получили награды от организаторов и спонсоров турнира. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.